Мэр Сан-Франциско предложила денежно поощрять людей, которые находятся в группе риска, за несовершение преступлений. То есть предложение такое. Люди, участвующие в программе, получают стипендию с гарантированным доходом, и они также имеют право на получение плюс 200 долларов ежемесячно за то, что не совершают преступлений. Считается, что такие выплаты будут более выгодным решением, чем траты на то, что происходит после стрельбы и всяких преступлений. Как вы считаете, это может работать? Психологически может. Все-таки 200 долларов, это значит, что он может пойти пару раз в неделю в бар и выпить пиво. Если он не делает преступления. Если он не делает преступления, да, отметить свое примерное поведение. Для чего даются сроки тогда вот этим мелким преступникам? Для чего? Для отписки. Да? Да. Это понятно, что это ничего не исправляет. Ничего и никого? Конечно. То есть вы бы сроки не давали? Никак. Вы бы человека не сажали в тюрьму? По Торе это вообще запрещено. По Торе человека в тюрьму не сажают. Да, но по Торе все-таки преступник какого-то серьезного удаляют. Удаляют. И это другое дело. Отдаляют его от общества, изолируют от общества. Но не в виде того, что ты заключаешь его в тюрьму. Такого в Торе нет. Но если не сажать таких преступников, что с ними делать? Что? Как их воспитывать? Ах, это воспитание. Я же не знал, что тюрьма это воспитание. Я оговорился, честно говоря, но все-таки. Да, ну что? Вот как? Хорошо. Оговорился, оговорился. Как воспитывать? Как? Очень просто. Создавать школы, университеты. И чтобы вместо того, чтобы они сидели в своих камерах, чтобы они сидели в классах, за партами и занимались. Чему учить их? Чему учить всему. Чему они не научились. То есть занять их время на учебу? Да, конечно. А природа? И чтобы они писали, делали отчеты. Все-все. Это может для них оказаться страшным наказанием, на самом деле. Проще там где-то сидеть. Почему? Наоборот. Звенит звонок, они все идут кушать, возвращаются, снова урок. Там должны повторить, должны поднимать руки, отвечать на вопросы. То есть полицейских бы вы направили на это, чтобы там стоять возле класса? Полицейские должны быть учителями. То есть если на два года вот так вот за парту сажаешь вот этого мелкого... И появятся профессора. А? Выйдут профессора? Да. И это лучшая система, которая только может? Только лишь. Только обучение, только занятия серьезные. Причем кто во что. Один может быть в музыке. У них есть очень много таланчиков к этому. Музыка, живопись, строительство какое-нибудь такое, чего-нибудь они хотят. То есть выявить их таланты. Выявить таланты, да. Занятия с животными. Нет проблем. Это будет намного дешевле, чем содержать все эти заведения. То есть даже вот такое у меня ощущение, что преступники, они на самом деле, в них скрыты очень много талантов. Даже чем больше, чем... Они в основном поэтому и становятся преступниками. Потому что не могут себя ни в чем нормальном реализовать. Наш мир таким создан. То есть надо вот это вот найти, в нем это зернышко, да? Да. Талант этот. Выявить это в человеке, и он расцветет. Вот хорошо бы, чтобы вот так вот можно было... Да, все хорошо. Таких судей, воспитателей, таких полицейских. А судей кто? Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова